Это Воробьёв Дмитрий Валерьевич, заведующий корпоральных методов детоксикации и гемодиализа города Матища. Его лекция посвящена опыту применения процедур заместительной почечной терапии при лечении острой и хронической почечной недостаточности пациентов с COVID-19. Дмитрий Валерьевич, пожалуйста, мы вас слушаем. Большое спасибо. Большое спасибо за представление Эллингерна. Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу прощения за мой внешний вид. Поверьте, это вынужденный антураж. Тема доклада называется «Опыт применения процедур заместительной почечной терапии при лечении острой и хронической почечной недостаточности у пациентов с COVID-19». Все мы с вами уже знаем, что в конце 2019 года в Китайской Народной Республике произошла вспышка новой коронавирусной инфекции с эпицентром в городе Ухань. Возбудителю которой 11 февраля 2020 года Всемирная организация здравоохранения присвоила официальное название COVID-19. В настоящий момент во всем мире свыше 9 миллионов заразившихся... Спасибо, до свидания. Умерло 472 тысяч человек, в России на данный момент свыше 599 тысяч заразившихся людей и умерло, к сожалению, уже свыше 8459 тысяч. Это также актуально для Московской области, где на момент прошедшего дня мы имеем 54 375 заболевших людей и 783 человека, к сожалению, скончались. Ряд ранних сообщений, поступающих в основном из Китая, свидетельствовал о том, что до 67% случаев тяжело протекающей коронавирусной инфекции могут осложняться развитием синдрома полиорганной недостаточности. Исследователи полагают, что, по крайней мере, это частично связано с эпсоподобным синдромом, который индуцирован высоким уровнем циркулирующих цитокинов. В таких условиях, в то время как явление дыхательной недостаточности и доминирует в клинической картине, острые повреждения почек, поражения сердца и печени тоже имеют место быть. Исследователи показали, что новый коронавирус проникает в клетки через рецептор к ангиотензин, превращающему ферменту 2, это уже хорошо теперь известно. И экспрессия этого фермента в почечной ткани примерно в 100 раз превышает аналогичную в легочной ткани. И происходит это главным образом в эпителиальных клетках максимальных канальцев, что и определяет уровень поражения анифрона. По данным цитируемых ранее китайских авторов, около 63% пациентов с COVID-19 имеют протеинурию, 19% имеют повышенный уровень креатинина в сыворотке, и у 29% тяжелых пациентов развивается острое повреждение почек. Цитокиновый шторм может быть вызван как развитием септического состояния, так и прямым воздействием вируса на пациента. В прошлом опыт, накопленный при изучении гриппа H1N1 SARS и MERS, показал, что тяжесть заболевания зависит от сопутствующих заболеваний и, конечно же, иммунного статуса человека. Однако в тяжелых ситуациях неконтролируемое воспаление и последующий или одновременно развившийся иммунодефицит являются прямым следствием эндокринных эффектов про- и противовоспалительных цитокинов, выделяющихся системный кровоток. Ретроспективное многоцентровое исследование, основанное на изучении 150 случаев коронавирусной инфекции в Ухане, показал, что предиктором летального исхода является высокий уровень ферритина и интерлитина-6. По данным итальянских исследователей, патогенез коронавирусной инфекции можно представить, вот здесь схематически он представлен, после инфицирования у определенного процента пациентов развивается тяжелая пневмония, у таких пациентов наблюдается системное высвобождение цитокинов вследствие самого заболевания, а также при механическом повреждении легких, которое ассоциировано с вентиляцией, с искусственной вентиляцией легких, естественно. Это вызывает дисфункцию эндотелия и последующую органную недостаточность. С вашего позволения, на этих механизмах я останавливаться не буду, а об этих методиках дальше расскажем. Таким образом, подводя краткий итог предисловию, коронавирусная инфекция потребовала от специалистов, которые занимаются заместительной почечной терапией, экстракорпоральной гемокоррекцией, решение двух групп задач. Первая – это обеспечить пациентам с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии возможность дальнейшего лечения и, конечно же, это протезирование функции почки пациентов с острым почечным повреждением и с различными внепочечными показаниями. Непосредственно наше отделение вошло в состав Центра по оказанию специализированной медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией 13 апреля 2020 года. Наша больница в различные периоды течения данной пандемии имела полутора тысяч коек. Непосредственно наше отделение имеет в своем арсенале 10 аппаратов для проведения заместительной почечной терапии, два из которых непосредственно установлены и работают в отделении реанимации. По состоянию на данный момент в нашем отделении получили заместительную почечную терапию 99 пациентов. По структуре, по патологии хорошо видно на слайде, что большинство пациентов, которые поступали к нам, страдали хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии. Что, в общем-то, и объяснимо, потому что у данной группы пациентов более высокая подверженность инфекционным заболеваниям вследствие иммуносупрессии, вызванной у ремии, большая частота тяжелых хронических заболеваний, в том числе микро- и макроангиопатии, сахарного диабета, естественно, артериальная гипертензия, невозможность ограничения у данной группы пациентов социальных контактов вследствие необходимости в регулярной транспортировке в учреждение амбулаторного гемодиализа и обратно. Ну и, естественно, одновременное нахождение в учреждениях амбулаторного геализа, что создает высокий риск перекрестного инфицирования. И, опять же, тут уже по опыту я могу сказать, что в некоторых городах действительно это на определенном этапе происходило, и мы были вынуждены госпитализировать к нам в больницу по 5-6 пациентов из одного центра в течение короткого времени. Уважаемые коллеги, какие же особенности введения пациентов COVID-19 на программном гемодиализе, с которыми мы столкнулись? А чуть поподробнее, с вашего позволения, остановлюсь на этом сайте, сайте, извините, назначение лекарственных препаратов с учетом скорости кубочковой фильтрации. При том, что мы все об этом давно знаем и прекрасно понимаем, нюансом является тот факт, что все отделения многих больниц были перепрофилированы. И если для терапевтов это является открытой книгой и всегда учитывается в нашей работе, то, конечно, определенный контроль за специалистами хирургического профиля необходимо осуществлять и разъяснять, наверное, эти моменты. Тем более в свободном доступе все это есть, это можно посмотреть, как минимум, да, это есть инструкция к лекарственным препаратам. Почему отдельно вывожу строгий контроль за изменением сухого веса? Также уже можно смело говорить, что не секрет, что с учетом интоксикации, тяжести и течения данного заболевания происходит большая потеря веса сама по себе и у здоровых пациентов. Соответственно, нельзя строго ориентироваться на сухой вес, который нам указывается при переводе данных пациентов. И все это требует постоянной корректировки, подбора новых значений этого веса. Конечно же, в этом же аспекте контроля нефролога за объемом инфузионной терапии, контроль показателей общего анализа крови, почему также отдельно вывожу эту проблему, потому что мы видим изгущение и повышение уровня гемоглобина у пациентов. Наша группа пациентов не является исключением, что может требовать определенной коррекции дозы введения ретропоэтинов наиболее этой группы препаратов. И, конечно же, это адекватная антикоагулятная терапия. Очень много уже сказано, написано по этому поводу. У Алексея Альбертовича есть прекрасное выступление, посвященное гиперкоагуляции. Мы не встречали сколь-либо значимых тромбозов контура. Сейчас я могу говорить о проведенных свыше 600 процедур у данных пациентов. Буквально три тромбоза контуров мы встретили на введении стандартных дозировках антикоагулянтов. Но интересным является факт, что тромбоз артериовенозных фистул возникает примерно на данный момент. Мы столкнулись в 8-10% пациентов, которые были переведены к нам. Относительно острого почечного повреждения. По различным данным, которые сейчас приходят, до 30% пациентов сталкиваются с острым повреждением почек. Из них 14,3% в среднем нуждаются в проведении заместительной почечной терапии по данным заурбежных источников. Так вот, какие же абсолютные относительные показания для начала заместительной почечной терапии? Здесь я привожу показания из клинических рекомендаций Ассоциации нефрологов. Они достаточно всем нам хорошо известны. Мы все ими пользуемся. Это абсолютные показания. Мочевина свыше 35,7 ммол на литр. Гиперкайлимия свыше 6 ммол на литр. И электрокардиографические изменения. Гипермагноземия свыше 4 ммол на литр. И отсутствием глубоких сухожильных рефлексов. Коллеги, отдельно мы тоже с вами хорошо знаем, как выглядит гиперкайлимия. Но специально привожу этот слайд, потому что мы сейчас все слышим про действия, токсическое действие наших препаратов, входящих в базовую схему лечения COVID-19 с расширением комплекса КУТЭ. Классическая картинка, ничего нового не открываю. Электрографические изменения при гиперкайлимии в зависимости от уровня выглядят вот так. Это тоже надо помнить, вспомнить и использовать в работе. Дальнейшие абсолютные показания к диализу это ацидоз PH-7,15, локтат ацидоз на фоне приема метморфина. И, конечно же, это всевозможная гиперкайлимия, которая не чувствительная к диуретикам. Летальность составила у нас у пациентов с хронической почтной недостаточностью 26%, 74% пациентов были выписаны. При острой почтной повреждении пока 50 на 50 разрешение почтной недостаточности и, к сожалению, летальный исход. Но подчеркиваю, что это текущие результаты, которые будут меняться. И сейчас есть надежда и тенденция к тому, что в лучшую сторону. Результаты аутопсии почек у пациентов с COVID-19 по атласу патологической анатомии COVID-19 под редакцией Заратьянца В почках наблюдались следующие повреждения. Это гипоксические, метаболические, ишемические, а также ишемические инфаркты вследствие тромбозов артерий почек разного калибра. Дельзя исключить специфический характер поражения почек. Это микроангиопатия, это формирующийся фокально-сегментарный гломировый склероз. Это гломировый нефрит с тугой инцестальным компонентом. Причина их возникновения тоже по патогенезу достаточно понятна. И если подводить итог, опыт функционирования отделения гемодиализа нашего отделения говорит о том, что несмотря на то, что существует множество неразрешенных пока вопросов, связанных с недостаточным пониманием патогенеза данной инфекции, своевременное начало заместительной почечной терапии, с учетом комплексной оценки в тех показаниях позволяет добиться высокой выживаемости пациентов с КВП, как вы видели, и с острым почечным повреждением также. Отдельно бы, с вашего позволения, в выводах добавил, что данная пандемия лишний раз подтвердила то, что необходимо дальнейшее создание отделения гемодиализа на базе крупных многопрофильных лечебно-профилактических учреждений. Необходимо продолжить обучение врачей-анестезиологов-реаниматологов в работе с пациентами, нуждающимися в заместительной почечной терапии. И как следующий этап продолжить оснащение отделения реанимациями аппаратами для проведения этих заместительной почечной терапии. Почему, на мой взгляд, это важно? Пациенты очень быстро, как мы сейчас уже все знаем, декомпенсируются, и осуществить транспортировку удается не всегда. Наличие каких-то аппаратов в непосредственно реанимационном отделении позволит решить этот вопрос, и более того, это будет необходимо и после завершения успешного пандемии, потому что эта проблема существует и в обычной жизни. И, конечно же, опять же, необходимо создавать резерв расходного материала, включая катетеры для осуществления сосудистого доступа. В связи, также, среди прочего, и с высоким риском развития тромбоза артериуменозной фистулы. Включение в штат лечебных учреждений врача-нефролога, не могу сказать за регионы, в Московской области достаточно остро стоит этот вопрос о нехватке данных специалистов. И пожелать, наверное, тем нашим коллегам, кто сейчас в регионах будет сталкиваться с этой проблемой, сразу создать четкую маршрутизацию пациентов с COVID-19, которые нуждаются в заместительной почечной терапии. Потому что поток развивается очень быстро, и руководить этим в ручном режиме, поверьте, крайне сложно. У нас проходили поступления до 8-12 человек в день, все это состыковать, организовать достаточно проблематично. Вот, наверное, все, что я хотел бы кратко сказать. Большое спасибо за внимание. Сейчас я вернусь к вам, и если есть вопросы, постараюсь на них ответить. Глубоко уважаемые коллеги, мы почти не выбились из графика, это очень хорошо. Я предлагаю все-таки, может быть, вопросы писать в чат, и мы постараемся оставить время по окончании конференции, чтобы ответить на вопросы, как Дмитрий Валерьевич. Да, я с вами абсолютно согласен, думаю, что это оптимально. Потому что, может быть, по комплексу всех докладов у кого-то вопросы уже отпадут. Поэтому я предлагаю продолжить нашу лекционную программу. И с удовольствием предоставляю слово Соколову Алексею Альбертовичу, начальнику отделения доктора медицинских наук, профессору кафедры нефрологии и эфирентной терапии в Санкт-Петербурге. Доклад на тему применения плазмообмена для лечения «Перспективы использования кафедры в Санкт-Петербурге» Добрый день, уважаемые коллеги, меня слышно? Да. И с презентацией видно. Большое спасибо за приглашение, большое спасибо за интересную дискуссию, которая, я думаю, что у нас будет уже началась. Мое сообщение посвящено плазмообмену и смежным технологиям, наверное, с точки зрения доступности. Это, с одной стороны, одна из самых доступных направлений, с другой стороны, если брать зрение реанимации интенсивной терапии, наверное, все-таки данные технологии используются реже, чем все остальные технологии, которые есть в нашем распоряжении. Начну с патогенеза, потому что без патогенеза сложно обосновать необходимость той или иной технологии. Какие основные патогенетические факторы, на которые мы можем оказывать влияние с помощью именно плазмообмена и родственной технологии. Значит, первая особенность данных пациентов – это выраженная гиперкогуляция, по крайней мере, в первой стадии заболевания. У умерших больных наблюдается… И указка видна, да? Стрелка видна на окон? Да. Более высокие концентрации фибриногена, дедимеров и продуктов деградации фибрина. У умерших пациентов мы наблюдаем… Умершие – это вот зеленые значки. Более высокие концентрации протроминого времени, дедимеров, опять же, и продуктов деградации фибрина. Причем именно вот это касается первых 70 суток от момента дебюта заболевания. Дальше мы наблюдаем меньшее различие по концентрации фибриногена. В поздних стадиях это будет уже гиппокогуляция, и в поздних стадиях будет уже развиваться дефицит антитромбина-3, что накладывает отпечаток на особенности использования гепарина. Еще одна картинка – это уже тромбо-ластерметрия. Фибриногена также показывает признаки гиперкоагуляции. Еще одно проявление – фактически это признаки поражения микросуркуляторного русла. Это тромботическая микроангиопатия со всеми вытекающими отсюда последствиями. Следующий фактор патогенеза – это ДВС-синдром. Хочу обратить Ваше внимание, что концентрация фибриногена и сам по себе фибриноген может запускать и поддерживать системную воспалительную реакцию через толчатые рецепторы, то есть воздействие будет примерно такое же, как и воздействие эндотоксина граммоотрицательных бактерий. У ряда пациентов, причем пациентов наиболее тяжелых, кстати, это поздние стадии, выявлены тела к фосфолипидам, то есть возможные проявления и антифосфолипидного синдрома с развитием инфарктов, инсультов и тромбозов другой локализации. Мнения по поводу значения обнаружения вируса в плазме крови, они различаются, но существует несколько исследований, где показано, что вирусная нагрузка коррелирует с тяжестью заболевания и может определять прогноз. Наиболее значимое это у самых тяжелых пациентов в критическом фактическом состоянии, где вклад в вирусной нагрузке существенно выше, чем при среднем и тяжелом течении данного заболевания. Хочу обратить Ваше внимание, что кроме коронавирусной инфекции существует и несколько других вирусных инфекций, для которых установлена прямая связь вирусной нагрузки с исходами и тяжестью состояния. Сюда относятся геморрагические лихорадки, вирус гепатита С, вирус иммунодефицита и ряд других вирусов. Дальше. Демофагоцитарный синдром. Достаточно редкое патологическое состояние. Одним из проявлений, которые являются быстро развивающаяся гиперцитиномия. И синдром имеет более 8 различных точек приложения и механизмов развития. За отсутствие времени я подробно не буду останавливаться на этом состоянии, но, как показывает практика, обычный синдром развивается уже в поздней стадии, когда развивается в том числе гипокоагуляция, то есть это уже наиболее тяжелая категория пациентов. И шкала, которая у нас есть в ряде рекомендаций, в том числе для бальной диагностики данного патологического состояния. Про гиперцитиномию говорить больше не буду, поскольку это средняя молекула, наверное, для плазмообмена это мишень не очень подходящая. И, я думаю, что Елена Георгиевна более подробно расскажет об этом в своей презентации. На что еще хочу обратить ваше внимание? На динамику лабораторных показателей. То есть процесс развивается стадийно. Скажем, концентрация ферритина и различия между выжившими и умершими начинают различаться после 4 суток, Д-димеры после 7 суток, снижение числа лимфоцитов после 10 суток, умершие у нас красные графики, интервелькин-6 после 13 суток, лактат дегидрогеназа, это признак хроматической микроангиопатии, после 16 суток, и тропонин сердечный, то есть поражение уже органов после 19 суток от дебюта заболевания. То есть для каждой из этих стадий, есть особенность патогенеза, и тактка лечения должна отличаться. Больной обычно попадает в реанимацию где-то на 12 сутки, и у умерших пациентов острое дыхательное и сердечное достаточно развивается где-то уже на 15 суток. То есть как раз вот этот диапазон в 3 дня от момента поступления до развития уже органов, дисфункции, недостаточности, он как раз является наиболее благоприятным для достижения наилучших клинических результатов. Выделяется несколько стадий и вариантов течения коронавирусной инфекции. Средней тяжести, ранняя легочная стадия, кагулопатическая стадия, поздняя легочная, когда преимущественно развивается воспалительное поражение, и поздняя легочная, как раз вот гемофагоцитарный синдром. Несколько слов о применении плазмообмена в разных странах и присутствии данного метода в их клинические рекомендации. В Китае плазмообмен входит так же, как и плазмосорбция в перечень метод гемокоррекции, которые применяются при коронавирусной инфекции. Когда показаны методы гемокоррекции? При повышении фактора воспаления, например, на 3,6, более чем в 5 раз от верхней границы нормы, или при ежедневном приросте более чем на одну норму. Кроме этого, при быстро прогрессирующем поражении легких, больше 10% в сутки, ну и также у пациентов, имеющих другие заболевания, требующие применения метод гемокоррекции. Основные методы в данных рекомендациях это плазмообмен в комбинации с плазмосорбцией или плоско-плазмосорбцией, когда существует дефицит донорской плазмы. Здесь отдельно фигурирует методика молекулярно-сорбционной системы. Фактически это китайское новшество применение плазмосорбцией на двух сорбционных колонках, где одна колонка это сорбен для сорбцитокинов, джафрон, вторая колонка это ионобменник для удаления других факторов патогеназа, ну например гулирубин. Весь китайский опыт различных отделений, различных обществ, он был обобщен в конце апреля. Вот это итоговые рекомендации. Выделяются две группы показаний почечные и внепочечные. О почечных я останавливаться не буду. Внепочечные показания тяжелый ОРД-синдром, септический шок, тяжелая острая печеночная недостаточность или синдром множественной органодисфункции. Второе. Чрезмерно выражен синдром системно-воспалительного ответа. Опять же, повышение воспалительных медиаторов более чем в пять раз от верхней границы нормы или ежедневный прирост более чем на одну норму. И третье показание, которое появилось впервые, это неконтролируемая высокая лихорадка ректальной температуры больше 30,5 градусов по целищу. При плазмообмене объем замещения донорской плазмы должен составлять 1 ОЦП, но не менее, при дефиците плазмы, не менее 2 литров. При плазмосорбции объем перфузии 1,5-2 объема циркулирующей плазмы. Выбор метода. Где у нас звучит плазмообмен? При повышении концентрации воспалительных медиаторов плазмообмен и селективная плазмосорбция и при сочетании коронавирусной инфекции с острой печеночной недостаточностью. США. В разных штатах рекомендации несколько отличаются. Вот рекомендация одного из штатов. Здесь у нас присутствует плазмообмен при гемофагоцитарном синдроме. В настоящее время в США авторизованы для применения по экстренным показаниям при лечении коронавирусной инфекции несколько технологий, которые направлены на удаление высокомолекулярных соединений. Это плазмосорбция и плазмообмен с плазмосорбцией с использованием аппарата спектропса и специальных плазмосорбционных колонок. И также зарегистрировано астропционное устройство для сорбции вирусов, вирусодержащих частиц и воспалительных медиаторов. Фактически это единственное показание среди всех стран, где отдельно есть метод направлен именно на элиминацию вируса. Какие показания в США для применения данных методов? Первое. Раннее острое повреждение легких или ранний острый РДС-синдром. Второе. Тяжелое течение определяемо как диспноя. Частот дыхания больше 30 минут, сатурация меньше 93 и индекс ПО2-КФИЛД меньше 300. А также увеличение инфильтратов легких больше 50% в период от 24 до 48 часов. И следующее показание. Жизнь угрожающая состояние определяемо как дыхательная недостаточность, септический шок или множественная органная дисфункция или недостаточность. Несколько слов об элиминации вирусов. Такие подходы уже применялись и использовались ранее. Вот это применение методик плазмофереза при удалении вируса Эбола. И дальше там будет уменяющая демонстрация, когда я буду показывать каскадную плазмоферезу при вирусном гепатите С. 3 июня методы правильной гемокоррекции впервые попали во временные методические рекомендации Министерства здравоохранения. Фактически результат вот этого процесса дискуссия с Минздравом началась в конце марта месяца, но и вот спустя 2 месяца все-таки это свершилось. В этих рекомендациях есть плазмообмен с замещением свежезамороженной донорской плазмы при синдроме активации макрофагов это гемофакоцитарный синдром второе название ДВС-синдром и тромботической микроангиопатии. Кроме этого имеется возможность при наличии такой плазмы использовать в рамках плазмообмена плазму доноров рекомендустриентов. Далее клинические примеры использования стокопоральных методов и в частности плазмообмена. Исследования из Китая достаточно тяжелые пациенты вот начало трех сеансов плазмообмена. В это время как раз мы наблюдаем снижение индекса ПО2 к ФИО2 меньше 150. Кроме этого снижение артериального давления дисфноя и уже в течение пяти суток у больного наблюдается диарея. И вот две процедуры плазмообмена через сутки еще одна существенно изменяет ситуацию уже на следующий день индекс ПО2 к ФИО2 повышается до 263. Серия случаев из Ирана из восьми пациентов только один пациент погиб. После третьей сеанса плазмоферезы автор считает, что это было позднее применение. У всех остальных было сделано выполнено от 4 до 5 процедур плазмообмена. Пример использования плазмообмена продиссеминированы вирусной инфекцией на фоне высокой доза цикловира и гемофагоцитарным синдромом. Мы видим, как на фоне плазмообменов наблюдается снижение вирусной нагрузки и концентрации перетина. еще пример применения при гемофагоцитарном синдроме 5 плазмообменов и на этом фоне снижение концентрации ферритина и лактат гидрогеназа. Пример уже при коронавирусной инфекции из 3 пациентов вот у этого пациента был проведен плазмообмен. Поздняя стадия 48 суток на ИВЛ тромбозы инсульты гангрены и диагностика антифосфолипидного синдрома и после 3 плазмообменов ситуация существенно стабилизировалась улучшилась в конце концов больной был экстурбирован и в итоге выжил. На этом графике от больной как раз показан зеленым пунктирным стрихом. редким проявлением коронавирусной инфекции являются неврологические поражения в частности мининг-энцефолит. Из 6 пациентов у которых применялось от 5 до 9 плазмообменов только один пациент у нас умер все остальные пациенты в конце концов выжили наблюдало снижение концентрации ферритина и уменьшение неврологической симптоматики. плазмообмен является методом который воздействует фактически на различные звенья патогенеза это и на уровень цитокинов и на воспаление эндотелиальную дисфункцию и патологическую гиперкоагуляцию. новым методом который позволяет удалять высокомолекулярные субстанции является каскадная плазмофильтрация. Какие могут быть показания? Это увеличение концентрации высокомолекулярных факторов патогенеза и в частности фибриногена. каскадная плазмофильтрация позволяет удалять как вирусы бактерии так и наиболее крупные молекулы к которым относятся и фибриноген ряд факторов свертывания и иммуноглобулин и иммунный комплекс. В ряде исследований показано что в ходе каскадной плазмофильтрации значимо фактически в данном случае до нуля удается излечь из плазмы крови вирусы в данном случае вирус гепатита С это данное исследование это уже наши данные после двух каскадных плазмофильтрации выраженно снижается также вирус гепатита С и также выраженно улучшаются показатели функции печени в частности трансаминаза здесь мы демонстрируем снижение концентрации вируса иммунодефицита плазмы крови это у нас больные с коинфекцией вируса ВИЧ и гепатит С и происходит быстрое снижение концентрации вирус нагрузки также при гепатите С то есть удаление триггерных факторов которыми являются вирус и вирус содержащих частиц оно позволяет уменьшить выраженность воспалительных процессов и улучшить ответ на терапию еще одно исследование это исследование это наше наблюдение применение каскадной плазмофильтрации при тромбозе вены сетчатки поскольку при новой коронавирусной инфекции тромбозы это у нас достаточно частое явление вот здесь фактически за две процедуры каскадной плазмофильтрации в данном случае мы делали на аппарате плазаута удалось восстановить зрение пациента практически до единицы происходило быстрое уменьшение концентрации фактически на 70 и более процентов высокомолекулярных компонентов причем процедуры были начаты в относительно позднем периоде уже спустя две недели после тромбоза и несмотря на это таких двух процедур удалось полностью восстановить структуру сетчатки и поставить зрение практически до единиц причем никаких других лечебных воздействий вот на этом интервале между двумя процедурами больше не проводилось используя разные сепараторы флазма можно варьировать удалением провоспалительных компонентов допустим если мы берем фракционароплазму с размером по 30 нанометров ЕЦ 40 в этом мы будем получать более выраженное удаление цирреактивного белка цирре комплимента ферритина почти 70% иммуноглобулина а также ряда факторов воспаления к которым относятся молекулы межклеточной адгезии то есть в данном случае процедура кроме реакторгирующего приобретает еще достаточно выраженный противовоспалительный эффект в заключение хочу сказать что методы о которых сейчас говорил они присутствуют в методических письмах Минздрава Федерального Фонда данные методы могут применяться в субъектах вот здесь вы видите и плазмообмен и каскадная плазмофильтрация Петербурга с 1 июня у нас приняты отдельные тарифы на применение методов гемокоррекции при лечении коронавирусной инфекции в этой печени вошли продленные продолжительные диализные процедуры плазмообмен и плазмообмен с плазмосорбцией селективная плазмофильтрация каскадная плазмофильтрация отдельно появилась гемосорбция цитокинов и осталась перешла цепь селективная гемосорбция липополисахлорида хочу обратить ваше внимание на свое время из применения вот как раз вот эти 3 дня от момента попадания больного в реанимацию до фактически инвазивной дыхательной вентиляции и органных недостаточно наиболее благоприятный период для начала применения методов гемокоррекции и в частности плазмообмена потому что мы знаем что возможности плазмообмена они ограничены объем плазм у нас редко превышает один объем циркулирующей плазмы этого часто бывает недостаточно для выраженного снижения концентрации провоспалительных цитокинов хочу обратить ваше внимание что различные факторы патогенеза относятся веществам различной молекулярной массы это и средняя молекула это и крупные молекулы и кроме плазмообмена и каскадной планпетрации у нас фактически отсутствуют методы воздействия на крупномолекулярные факторы патогенеза что еще нужно учитывать что зависимость от размера молекулы различается объем распределения их в организме если крупные молекулы это циркулирующая кровь то средняя молекула это уже кровь и интерстициальная жидкость то есть это уже около 15-20% от массы тела естественно с помощью плазмообмена мы можем воздействовать только на группу молекул объем которых соответствует или чуть больше чем объем циркулирующей крови циркулирующей плазмы крови при воздействии на другие молекул относящиеся к группе средних молекул те же цистокины конечно нужна более мощная более процедура которая позволяет более эффективно удалять именно среднем молекулярный компонент какие выводы можно сделать плазмообмена каскадной плазмофильтрации являются фактически единственными методами которые позволяют воздействовать на крупномолекулярные факторы патогенеза и вируса какие могут показания ДВС-синдром кемофакцитарный синдром антифосфолипидный синдром и тромботический микроангипатия естественно недостатками плазмообмена является неселективность метода потребность применить донорской плазмы и относить небольшой объем оксвозии плазмы что часто бывает недостаточно для эффективного снижения концентрации провоспалительных цитокинов поэтому метод может быть эффективен в раннем периоде развития новой коронавирурной инфекции фактически до развития органок дисфункции в позднем периоде тоже могут показания но в этом случае метод должен комбинироваться с другими методами гемокоррекции каскадная планфильтрация может показана в раннем периоде это более эффективный метод чем плазмообмен с точки зрения удаления высокомолекулярных компонентов за 1-2 процедуры можно достичь эффект для которого нужно будет выполнить 3-4 плазмообменов кроме этого это пожалуй в нашем арсенале единственный метод который позволяет удалять вирусы из плазмы крови в поздние стадиях каскадная планфильтрация также может быть преимуществом поскольку при ее использовании будут удаляться антитела против коронавируса однако в этом случае надо понимать что здесь у нас уже может развиваться гипокогуляция поэтому дополнительное удаление факторов свертывания при каскадной планфильтрации здесь может быть не лучшим выбором поэтому это необходимо учитывать при использовании дополнительным свежезамороженной донорской плазмы в заключении хочу отослать вас к нашему сайту в разделе клинические рекомендации опубликованы все рекомендации которые есть в настоящее время в том числе рекомендации Минздрава по применению метод гемокоррекции при новой коронавирусной инфекции в принципе они отличаются в нюансах но в целом схожи в основном в необходимости своевременное применение метод гемокоррекции спасибо за внимание готов ответить на вопросы большое спасибо Алексей Альбертович очень интересно у меня вопрос если можно я не в чате а напрямую задам вопрос мы столкнулись с тем что к нам поступали пациенты перенесшие коронавирусную инфекцию и в тяжелой форме и после этого у них обострились некоторые другие старые заболевания и им было так сказать уже они регулярно и неоднократно проводили плазмообмен вот и вот в данной конкретной ситуации они побоялись таких пациентов было несколько они побоялись проводить плазмообмен опасаясь что антитела ковид-19 будут выявлены вот у вас в одном из последних слайдов есть ссылочка на то что указание на то что не выводятся антитела антиковидные а какие доказательства при плазмообмене иммуноглобулины удаляются со всеми другими компонентами плазмы у меня ссылка была сделана на каскадную плазмофильтрацию потому что при использовании фильтров фракцинаторов с размером по 30 нанометров антитела класса G и A они остаются при плазмообмене конечно не будут удаляться хорошо спасибо уважаемые коллеги пожалуйста еще задавайте вопросы у нас есть немного времени если вопросов не поступает тогда я предлагаю продолжить все-таки лекционный наш я представлю тогда Елену Георгиевну Громову которая нам расскажет пожалуй сейчас о самой популярной методике методиках гемосорбцедокинов и наверное гемосорбцедокинов липополисахарида да совершенно верно сейчас загрузится презентация в принципе это сейчас самый доступный метод потому что для плазмообмена бывает что не хватает донорской плазмы в реанимационных отделениях бывает что нет аппаратов на которых можно пустить плазму ферреса гемосорбцедокин можно провести практически всегда да это верно загрузилась моя презентация все видят ее итак мы будем говорить сейчас о применении ЛПС сапсионных методик в лечении осложнений у пациентов с COVID-19 это конечно вот такая очень актуальная тема все замечательно на самом деле на эту тему как раз каких-то систематизированных публикаций нет и хотя мы все знаем что наши доктора которые занимаются этими пациентами активно очень активно используют селективные сорбенты цитокиновые ЛПС сорбенты в лечении этих пациентов понятно вот как я уже говорила у них наверное нет времени и возможности для публикации и мы знаем что это применяется широко а вот никаких систематизированных данных в литературе найти на этот счет не удается я не буду конечно никакими общими сведениями вас утомлять просто напомню о том что коронавирусов много из 43 вида вообще РНК содержащих два подсемейства поражают многих млекопитающих земноводных и 7 коронавирусов поражают человека вот мы с вами поговорим о том который выявлен вот в ноябре 19-го года хотя говорят что это сейчас есть сведения что он появился гораздо раньше вот тот самый который обрушился на нас как не знаю что и мы теперь пытаемся что-то систематизировать осознать и действовать по возможности правильно и вовремя особенности его таковы что он один из сложнейших вирусов из известных и коварство его в том что он быстро мутирует поэтому пока мы изучаем один вариант у нас уже появляется много сведений совершенно неожиданных о патогенезе органной недостаточности этих пациентов я долго останавливаться не буду обращаю ваше внимание только на то о чем мы сегодня уже говорили что повреждение клеток при ковид-19 вызывает высвобождение цитокинов вот основные некоторые из них представлены здесь ну и дальше развиваются все эти органные расстройства часто фатальные которые и приводят вот к такому драматическому событию драматическим событиям после того как вирус внедрился в клетку использовал все ее содержимое для своего воспроизведения для репликации и новые верионы выходят из клетки как правило инфицированная вирусом клетка погибает и что у нас происходит дальше повреждение вирусом ну не только вирусом но мы сегодня говорим о вирусах причем это характерно это отмечено для ковид-19 а также для предыдущих вариантов коронавирусов предыдущих лет развивается так называемый цитокиновый шторм о котором стали говорить буквально с самого начала как только осознание проблемы пришло или гиперстокиномия что это такое вообще мы об этом говорим но я опять же просто коротко характеризую это потенциальная летальная реакция иммунной системы которая заключается в неконтролируемом воспалении это воспаление не выполняет защитные функции развиваются системные реакции гипервоспаления синдром капиллярной утечки много всего и формируется порочный круг когда воспаленные раздраженные клетки генерируются новые и новые цитокины и мы уже не можем справиться с этими органами мыть органами расстройствами и риск смерти вследствие всего этого конечно повышается во много раз в настоящее время известно более ста цитокинов это низкомолекулярные белки активированных клеток иммунной системы которые обеспечивают целый ряд межклеточных взаимодействий и ключевыми источниками цитокинов являются макрофаги но не только они описан синдром активации макрофагов гемофагоцитоз Алексей Альбертович об этом уже говорил когда клетки крови в том числе гемоглобин лейкоциты и тромбоциты поглощаются макрофагами и или гистероцитами и развивается сепсис подобная реакция для которой характерна выработка повышенная выработка провоспалительных цитокинов тоже сегодня об этом уже говорили и многие процессы которые происходят они как бы перекрещиваются по своим характеристикам и вот эти сепсис подобные реакции они описаны и развиваются в большой части коронавирусных пациентов но пока как бы тоже нет систематизированных сведений гиперцитокиноми у этих пациентов может являться вирусинвицированным вторичным гемофагатитарным гистиоцитозом и так при ковид-19 особенно при тяжелых формах значительно повышается число провоспалительных цитокинов сюда относятся и тумор микрозис фактор альфа и интерлекины против провоспалительной группы 2 6 8 10 и другие повышается концентрация колонии стимулирующего фактора грануцитарного повышается концентрация моноцитарного хематрактантного белка 1 и маркеры воспаления о которых вы сегодня уже говорили это циреактивный белок и ферритин и все это приводит к тому что в большом проценте случаев в правой части слайда вы это видите развивается острый респираторный дистресс синдром шок острое повреждение почек острое нарушение сердечной деятельности аритмии и летальность этих пациентов если вовремя не приняты меры она конечно повышается во много раз уже сейчас известны и представлены как практически официально маркеры неблагоприятного прогноза при ковид-19 в первую очередь это интерлекин-6 у пациентов которые попадают в отделение реанимации повышение уровня интерлекина-6 превышает уровень интерлекина-6 у пациентов с более легкой формы с достоверностью вот вы видите одна тысячная то есть это цифры очень впечатляющие к маркерам неблагоприятного прогноза у этих пациентов относятся повышение интерлекина-10 и фактор микроза опухоли альфа снижается также CD4+, CD8+, Т-лимфоцитов и не только этих но и других но просто для экономии времени я об этом не упоминаю это препятствует формированию адаптивного иммунного ответа лимфопения характерна для этих пациентов она развивается у 85% коронавирусных больных которые попадают в отделение реанимации интенсивной терапии и лимфопения отражает степень прогрессирования болезни и тоже является маркером неблагоприятного прогноза важным маркером является повышенное соотношение нейтрофилов к лимфоцитам которые тоже достоверно повышают летальность у этих пациентов вернее эти пациенты у которых этот маркер высокий у них летальность достоверно выше конечно описаны и в рекомендациях ВОЗ и в разных других авторитетных рекомендациях описаны способы разные способы коррекции гиперцитакиномии в том числе и медикаментозные но мы о них сегодня не говорим здесь представлены в очень общем виде способы не медикаментозной коррекции гиперцитакиномии нашими методами эфферентной гемокоррекции сюда относятся и гемофильтрация и все варианты CRRT и плазмофильтрации и каскадная плазмофильтрация но мы вот в ближайшие 20 минут будем говорить о гемоперфузии вот гемоперфузии в этих самых публикациях и рекомендациях несмотря на ее актуальность посвящено меньше всего времени и места и даже в рекомендациях Surveillance Sepsis Campaign в рекомендациях ВОЗ о гемоперфузии ну есть только упоминание буквально на полстрочки по поводу всех вариантов заместительной почечной терапии ну как бы применяйте когда есть показания а вот по гемоперфузии никаких рекомендаций конкретных когда как кому и сколько таких рекомендаций нет поэтому приходится идти по сути дела на ощупь и вариантов для гемоперфузии конечно очень много мы сегодня будем говорить только о селективных вариантов основываясь на тех на тех вот биохимических находках которые характерны для ковидных пациентов для селективной сортицетокинов сейчас на российском рынке в том числе доступно достаточно много устройств это и тореймиксин который уже хорошо известен я на нем не буду останавливаться такси-пак который который позиционируется ну и хорошо зарекомендовал себя для коррекции липополис для удаления сорбции липополисахариду у пациентов с грамма-отрицательным сексисом но есть указания на то что провоспалительные цитокины удаляются с его помощью тоже достаточно большое число публикаций сейчас посвящено опыту использования цитосорба и это это справедливо потому что ну именно цитосорб и должен сорбировать цитокину он это и делает и к концу мая 2020 года уже у 750 человек активно и успешно применялся цитосорб ну вот здесь представлена наверное известная уже давняя картинка которая показывает тот спектр интерлекинов и цитокинов которые удаляются с помощью цитосорба активно применяется и в мире и в нашей стране аксирис который адсорбирует цитокины и токсины и если сравнивать некоторые устройства то понятно что адсорбируется и моноцитный хематрактантный белок 1 достаточно эффективно с помощью цитосорба и аксириса мы с вами сегодня будем немного больше говорить о сорбенте альтеку потому что только потому что мы имеем больший опыт его применение мы были одними из первых кто стал его применять у пациентов с грамотрицательным сепсисом и у нас накоплен достаточно большой опыт и по профилю липополисахарида и главное по профилю цитокина и это работа которая проводится на протяжении долгих даже не лет уже а десятилетий и вся вот эта огромная работа выполняется при не то что непосредственном участии а совместно с лабораторией клеточного иммунитета под руководством профессора Киселевского Михаила Валентиновича и эта лаборатория наверное одна из самых сильных в нашей стране и самый большой спектр цитокинов анализируется в этой лаборатории на протяжении долгих лет поэтому большой опыт накоплен и по пациентам онкологическим в центре в котором мы работаем и также я представлю опыт совместного двухцентрового двухцентрового исследования с больницей Боткина когда мы исследовали уровень липополисахариды цитокинов применяя Альтеху у пациентов сепсиса это отделение под руководством Логинова Сергея Павловича вот этот опыт я сейчас и представлю ну здесь представлено как работает липополисахариды саргент Альтеху если лечь идет о липополисахариде если останется время мы более подробно это разберем но у нас сейчас вопрос даже не липополисахариде а цитокин концентрация и функциональная активность нейтрофилов в переоперационном периоде вот представлено здесь это результат многолетних исследований мы видим что липополисахариды в дооперационном и интрооперационном периоде возрастают в послеоперационном периоде возрастают еще больше речь идет здесь об онкологических больных если сравнивать фагоциты о которых мы с вами говорили у больных сепсисом в сравнении со здоровыми донорами и пациентами без сепсиса то мы видим что фагоцитарный индекс у больных сепсисом в разы достоверно выше число фагоцитов при наличии сепсиса в разы больше сейчас простите и метаболическая активность у больных сепсисом достоверно отличается от пациентов без сепсиса и от здоровых доноров а вот что происходит с интерлекинами до и после гемоперфузии с селективным сабвентом Альтека начнем с интерлекина 6 вот здесь вы видите здесь представлено несколько больных просто это один из достаточно информативных слайдов мы видим что интерлекин 6 снижается значительно после двухчасовой гемоперфузии аналогичную ситуацию мы видим с другими провоспалительными цитокинами такими как интерлекин 10 интерлекин 8 а вот рецепторы растворимые рецепторы к интерлекинам они либо не претерпевают никаких изменений либо они наоборот повышаются это тема отдельной растворимые рецепторы к интерлекину 6 они после гемоперфузии наоборот их концентрация повышается что мы расцениваем как дополнительный положительный прогностический признак потому что это увеличивает собственную детоксикационную способность клеток и организма что еще очень важно в лаборатории Чеселевского Михаила Валентиновича уже давно применяется метод смыва сорбента и вот здесь показано что если уровень интерлекинов в принципе снижается после сорбции то в дополнение к тому что мы имеем значительное количество липополисахарида обнаруживаются в смывах сорбента что еще раз подтверждает то что то что ЛПС сорбируется и это же относится и к цитокинам абсолютно такие же сведения если говорить о динамике клинических и лабораторных показателей то на фоне на фоне применения липополисахаридной сорбции Сальтека среднее артериальное давление стабилизируется центральное венозное давление немного снижается уровень допмина снижается достоверно это уровень допмина а зеленая это уровень норопенифрина показатели дыхательной функции в частности ФИО2 они тоже улучшаются и ну вы видите здесь достаточно показательно и соотношение ФИО2 к ФИО2 наоборот улучшается до вполне таких приемлемых цифр ну а уровень лактата снижается достоверно после перфузии с селективным сорбентом Альтех как ведут себя лейкоциты периферической крови до и после селективной перфузии нейтрофилов периферической крови здоровых доноров и онкологических больных сепсисом после инкубации с частицами латекса и мы что очень важно это то что число функционально активных лейкоцитов с высокой фагоцитарной активностью и высокой экспрессией CD11 после гемоперфузии значительно снижается и что очень важно значительная часть лейкоцитов оседает на элементах сорбционной колонки но это имеет значение при гиперлейкоцитозе для предотвращения вторичных нежелательных явлений по нашему опыту никаких геморрагических тромботических или каких-то других отложнений которые можно было бы объяснить индивидуальной непереносимостью сорбента мы не отметили ни мы ни при нашем двухцентровом исследовании с больницы Боткина мы не отметили гемодинамический профиль в процессе процедуры процедура оценивалась как стабильный транзиторное снижение артериального давления на 10% у ряда пациентов первые 15 минут после начала перфузии не требовало дополнительной вазопрессорной поддержки и в группе выживших отмечалось улучшение или нормализация гемодинамических и респираторных показателей у больных с лейкоцитозом обусловленным сепсисом снижается уровень лейкоцитов и количество их юных форм лейкоцитов и уровень прополитонина снижался практически в два раза поэтому основываясь на нашем опыте селективной сорбции с применением Альтеко можно сказать что эта процедура приводит к существенному снижению концентрации липполисахариды и ключевых для пациентов коронавирусной инфекции ключевых цитокинов 6 и 8 в случае их умеренного сыворотчинного повышения значительная концентрация липполисахариды интерлекина в смывах сорбента свидетельствует об его высокой сорбционной емкости и возможность диссоциации циркулирующих в крови больных сепсисом крупных молекулярных комплекс снижение снижение снижения снижения концентрации липполисахариды и интерлекина в провоспалительной сопровождается статистически значимым повышением артериального давления индекс оксигенации снижением дозы вазопрессоров температуры тела уровня эндоксимии которые более выражены в группе выживших больных надо сказать что если говорить о уровне липполисахариды у пациентов с COVID-19 то очень тщательный подробный поиск поиск вот этих указаний в литературе не дал результатов то есть пока говорить о мы все знаем что у пациентов с COVID-19 очень быстро вирусная пневмония к вирусной пневмонии присоединяется бактериально но пока я не могу привести никаких литературных подтверждений того в какой форме липполисахариды какого соотношения грамм-плюс и грамм-минус шока бактериального у этих пациентов но я думаю что в самые ближайшие месяцы эти данные будут доступны в литературе по крайней мере они будут уже осмыслены и опубликованы ну вот я надеюсь что я смогла продемонстрировать и убедить вас в том что вот эти методики как можно более быстрого удаления цитокинов избытка цитокинов из крови пациентов с коронавирусной инфекцией принципиально важны чем раньше это будет сделано тем меньше осложнений возможно придется перенести этим пациентам ну и конечно это требует дальнейших исследований дальнейшего анализа я благодарю вас за внимание и буду рада ответить на вопросы спасибо большое за интересную презентацию впервые честно говоря увидел данные как алтека сорбирует цитокином на самом деле тоже широко используем данные сорбент но вот как-то больше ориентировались на липополисахариды коллеги какие будут вопросы у нас есть время для дискуссии по-моему вопросы все-таки есть как мы будем вопросы задавать я думаю что уже можно наверное очно а не только в чате что организаторы по этому поводу думают да конечно всегда интереснее задавать вопросы услышать друг друга может быть увидеть кто-то видео включит то есть и тот и другой вариант доступен но интереснее всегда конечно он слышит друг друга и дискуссию завязать давайте вопрос активно пожалуйста я пока вот есть минутка пока все думают немножко хотел не согласиться с Леной Георгиевной с точки зрения то что каскадная плазмофильтрация удаляет цитокин дело в том что поскольку размеры фракционаторов сепаратов достаточно крупные цитокины как раз будут все проходить и возвращаться назад к пациенту поэтому вот как раз в этом случае есть смысл комбинировать каскадную плазмофильтрацию с гемосорцией цитокинов или другими методиками которые позволяют эффективно удалять абсолютно согласна абсолютно согласна коллеги пожалуйста не стесняйтесь задавать вопросы вы можете себя показывать можете не показывать можете говорить можете сказать кому как удобно я знаю что среди участников достаточно много и знакомых коллег и друзей и знаю что многие занимаются этими пациентами поэтому было бы интересно услышать мнение любое Алексей вопрос при каскадной плазмофильтрации необходима ли коррекция дозировок препаратов спасибо в принципе дозировок препаратов коррекция не нужна хотя конечно нужно смотреть на инструкцию препарата потому что если размер препаратов допустим моноклональных каких-то там антител хотя это все маленькие тела с большой вероятностью большая часть фракционат привернется назад пациенту у меня со временем были вопросы по поводу интерферонов при применении при вирусных гепатитах практически все интерфероны кроме самых крупных пегелированных на 100% возвращаются назад пациенту если есть какие-то препараты которые связываются скажем так с амуноглобулин с иммунными комплексами конечно они удаляться не будут но вот лично я таких препаратов не знаю поэтому думаю что большая часть препарата вернется назад добрый день меня слышно да слышно добрый день подскажите по поводу препарата актемра насколько эффективен насколько вы используете его антицитативные препараты сейчас широко используются в принципе и опыт который есть известных центрах в нашей стране за рубежом показывает что эти препараты работают но есть группа больных у которых эти препараты или противопоказаны или у которых в течение там применения в течение одних двух суток этих препаратов не дает эффекта вот в этом случае как раз возникает вопрос о быстром начале лечения с использованием экстракопоральных методов спасибо дмитрий вопрос для вас по первой лекции применяли ли вы запад у больных с ковид-19 по внепочечным показаниям нет не было у нас таких ситуаций мы не применяли вопрос дмитрий валерьевич все-таки насколько я понял хотя там у вас был перерыв презентации что у вас показания к заместительной почет терапии это третья стадия пакдига мы используем спасибо за вопрос все-таки наше отделение использует показания рекомендованные на национальной ассоциации нефрологов и клинические рекомендации то есть третья стадия да просто для заболевания где есть выраженные системные проявления во многих рекомендациях в том числе и зарубежных при сепсии да уже и при коронавирусной инфекции если это все-таки рассматривается более раннее применение то есть вторая стадия пакдига я абсолютно с вами согласен поэтому я подчеркивал что наше отделение работает на всю московскую область и у нас конечно же имеется дефицит ресурсов и кадров тоже не могу об этом не сказать а если у вас опыт комбинирован применение заместительной почечной терапии с какими-то другими методиками гемосорда статокинов плазмообмен или по крайней мере делизаторов с орбционными свойствами скажем делизаторов с высокой или там средней точкой отсечения к сожалению нет потому что да мы городская больница мы имели запас расходного материала который мы постоянно пополняем и который формировался для пациентов с хронической почтной недостаточности спасибо вот я хотела бы добавить если можно к тому о чем мы сегодня говорили вот Дмитрий Валерьевич говорил что необходимо оснащение необходимо иметь запас да и вообще многие вопросы надо как-то пересматривать организаторам здравоохранения а вот в продолжение своей лекции поскольку неблагоприятные маркеры неблагоприятного прогноза сейчас уже известны наверное надо и лаборатории оснащать так чтобы анализ ключевых цитокинов был доступен в большинстве случаев тогда тоже будет понятно кому когда и как немедленно применять какие методы согласен полностью здесь проблема я думаю что несколько шире первый этап то что абсолютно правильно озвучил Дмитрий Валерьевич правильная система маршрутизации фактически сортировки пациентов особенно в условиях массового поступления здесь вот как правильно спланировано отбор пациентов и свое время применения от этого зависит все остальное и вот как раз лабораторные своевременное выполнение лабораторных данных определение вот этого быстрого роста неконтролируемого роста чрезмерных концентраций при поступлении они имеют очень важное значение для своевременного начала экстракопорального лечения, потому что очень часто бывает, когда ориентирование только на клинические симптомы приводит к запаздыванию с началом лечения. Безусловно, конечно. Я думаю, что в дальнейшем, наверное, это обязательно произойдет. Мы сейчас говорим в общем, что происходит у этих пациентов, но ведь понятно, что на течение болезни и на концентрацию всех патологических субстанций и всего остального оказывает влияние и тяжелая коморбидная патология. И, наверное, потом надо будет разделять этих пациентов. Отдельно, что происходит у пациентов с ревматоидным артритом, отдельно, что происходит у пациентов онкологических, тем более тех, что получают какие-то особые виды лечения, потому что там взаимовлияние и взаимодействие вот этих антистокиновых препаратов и реакции на них у разных пациентов, она тоже будет разная. Поэтому вот пока мы сейчас стараемся это систематизировать, но все-таки это все такое вот общее показатели по всем больным без учета тяжелой патологии и тех видов лечения, которые они получают. И реакции, соответственно, у всех разные. Так что потом, наверное, вот такие конференции надо проводить, наверное, я думаю, чаще и анализировать разные группы пациентов. Тогда придет более осмысленное восприятие всего. Да, и еще, если можно, по поводу введения больных с сахарным диабетом. Что можно сказать по поводу лечения больных с сахарным диабетом? Дело в том, что, безусловно, накладывают отпечаток. С одной стороны, у них развивается, в силу понятных причин, может быстрее развиться иммунодефицит, но так же, как и при любых заболеваниях, когда скомпрометированы сосуды, тем более здесь на уровне микроциркуляции, микроциркуляции, все патогенетические проявления новой коронавирусной инфекции, они здесь будут проявляться в более ранней форме и, может быть, более агрессивно. Поэтому, вот как раз больные, в том числе с сахарным диабетом, с наличием ванамнии сердечно-сосудистой патологии, у них как раз большой риск получить какие-то осложнения в раннем периоде, в результате развития тромбозов и поражения микроциркуляторного роста. Далее вопрос. У пациентов с COVID-19 без бактериального сепсиса предпочтительные инсорбционные колонки типа цитосорб. В случае вирусно-бактериальной ассоциации выбираем колонку Альтека. Насколько целесообразно использовать колонку Альтека без бактериального компонента? Спасибо. Я постаралась представить в своей презентации именно цитокиновый профиль и показать, как колонка Альтека сорбирует цитокины. Поэтому, если речь идет о тяжелой форме COVID-19, вернее, лучше не дожидаться, когда она станет тяжелая, поскольку цитокиновая гиперцитокинемия и, в первую очередь, за счет провоспалительных цитокинов 6, 8, 10 и других присутствует, то, конечно, использование ее абсолютно целесообразно. Сравнительных исследований пока не проводилось, что эффективнее цитокиновый профиль, альтека или другие варианты. Я тоже думаю, что такие данные мы получим, будем сами иметь или получим от наших коллег чуть позже. Но сейчас, если есть гиперцитокинемия и ситуация прогнозируется с ухудшением у данного пациента, то, конечно, есть и основания для применения Альтека. Потому что осложнений, собственно говоря, можно избежать. Какие-то особенности коагуляционного звена их можно учесть при планировании управляемой или по коагуляции. Ну и дальше, конечно, это абсолютно обоснованно. Спасибо. Есть ли у вас данные о сорбции колонка Альтека активированных нейтрофилов? Есть. Эти данные подробно описаны в наших публикациях. Активированные нейтрофилы тоже существенно изменены в нейтрофиле. Вы думаете, мы получат ваш адрес, если вам это интересно, перешлем просто ссылки на эти публикации. Вы говорили, что в лесу есть место, где можно посмелиться. Простите, вас не слышно. Еще раз повторите. Я не расслышала. Не слышно. Алексей Эдбертович, тогда к вам вопрос. Продолжаю зачитывать. При проведении каскадной плазмофильтрации использовать ли фильтры диаметром 30 нанометров? Учитывая, что нам нужно удалить крупные молекулы, соответственно, мы должны использовать фильтры или ЕЦ-50 или ЕЦ-40 с размером пор 30 нанометров. Потому что фракцинаторы с меньшим размером пора будут удалять более выраженно и, скажем, моноглобулины G и А, которые здесь, наверное, удалять неправильно. Для сравнения размер молекулы ферритина 240 кДт, то есть это почти в два раза больше, чем размер молекулы моноглобулины G, поэтому ферритин здесь тоже будет эффективно удаляться. Поэтому самые крупные фильтры с фракцинаторами, сепараторами с самыми крупными порами. Спасибо. Также вопрос особенности антикоагуляции при гемоперфузии у пациентов с COVID-19. Наверное, у меня вопрос. На самом деле никаких конкретных рекомендаций, наверное, я дать не смогу. Надо в каждом конкретном случае учитывать степень гиперкоагуляции. То, что для этих пациентов характерна активация коагуляционного звена, это мы все уже знаем. И если у пациента есть еще сопутствующий неблагоприятный фон, то все это усугубляется. Есть отдельные публикации по управляемой гипокоагуляции в процессе гемоперфузии у этих пациентов, но они носят характер описания случая. Поэтому я думаю, что здесь надо просто ориентироваться на общепринятые методы контроля, смотреть АЧПВ в процессе, ну и уже искать оптимальный вариант для каждого конкретного пациента. И степень состояния волимического статуса и коагуляционного составляющего. Поэтому самые общие рекомендации, так как это положено, мы с учетом индивидуальных особенностей. Жестких рекомендаций я дать не могу. Я, наверное, дополню этот вопрос. Действительно, при коронавирусной инфекции процент рабоза колонок, он существенно больше, чем обычно бывает в нашей практике. Поэтому это связано с индивидуальными особенностями действия гепарина и с возникающим дефицитом антитромбина-3. Поэтому, конечно, в идеале индивидуально подбирать дозу. Но вот лично я предпочитаю их комбинировать с небольшими дозами цитрата. Постоянная инфузия соотношения 1,24-1,25. Это позволяет минимизировать риск тромбозов даже у больных с гиперкоагуляцией. У нас еще выяснилось в дискуссии предыдущих, скажем, разные подходы к стабилизации крови в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве фактически очень часто используются диализные дозы. В этом случае они минимальны, поэтому процент тромбоза, несомненно, выше. В Санкт-Петербурге используются традиционно большие дозы антикоагулянтов при гемосорбции. Поэтому у нас тромбозы бывают реже. Дмитрий Валерьевич, может быть, у Вас в любом случае опыт также имеется? Есть ли у Вас какие-то комментарии по поводу антикоагуляции? Да, я специально тоже указывал это в своем слайде. Я могу смело сказать, что мне, наверное, повезло. Все-таки мои пациенты тоже находятся уже на лечении стационария, получают антикоагулянты системно. Нам не пришлось увеличивать дозировки и проводили по принятой схеме. У нас не было проблем, не было тромбозов, как я уже говорил, контура. Нет, ничего не добавить. Я думаю, что здесь причина в том, что уже органа недостаточно иступила, и как раз фаза гиперкоагуляции вот в этот период, когда возникают показания к диализу, эти явления уже уменьшаются. Наверное, для этой стадии это менее характерно. А вот при раннем применении как раз проблемы гиперкоагуляции, они возникают более часто. Тоже вопрос о накоплении опыта, потому что сейчас в схему лечения коронавирусных пациентов в обязательном порядке уходит применение гепарина, поскольку гиперкоагуляция имеет место. Поэтому это тоже надо учитывать. Согласен. Тут в чате были вопросы по поводу различных методов гемосорции колонок для гемосорции цитокина. Все-таки я бы различал колонки для гемосорции цитокина, колонки для гемосорции липополисахариды, даже потому что тут абсолютно разная ценовая категория. Поэтому, конечно, первое очередное применение это колонок для гемосорции цитокина, если у нас нет бактериального компонента. Но когда таких колонок нет или когда уже присутствует бактериальный компонент, есть признаки септического шока, в принципе, это написано в рекомендациях ФАР. В этом случае, несомненно, приоритет нужно давать колонкам для гемосорции липополисахаридов. В принципе, у нас в арсенале сейчас 4 различных существуют сорбционные колонки для сорбцитокинов. Это цитосорб, это джафрон АШ-330, в принципе, не очень похожий. Есть Десепта, один, что там колонки маленького объема и не очень удобны. И есть Эфирон-CT, тоже похожая колонка, один, что там объем в полтора раза меньше, соответственно, и сорбционные способности тут будут немножко меньше, чем у колонок большого объема, которым относятся джафрон и цитосорб. Алексей Альбертович, еще вопрос. Хотелось бы уточнить, насколько применение плазмофильтрации или плазмосорбции эффективно для элиминации вируса на аппаратах плазакта? Я думаю, что в данном случае от аппарата зависимости большой нет. Речь идет о, если это плазмообмен, то вирус удалится ровно столько, сколько есть в удаленной плазме. В отношении сорбции вирусов данных нет на каких-то колонках, поэтому единственный метод, который в нашей стране зарегистрирован и для которого доказан факт удаления вирусов, это каскадная плазмофильтрация. Размеры вируса, допустим, гепатита 65 нанометров, ВИЧ 100 нанометров, коронавируса от 90 до 300 нанометров. То есть, если размер пор 30 нанометров, то все вирусы, которые здесь в плазме, они все задержатся внутри пор фракционатора плазмы. Вообще, насколько целесообразно удаление вирусов с помощью любых других методик? Ну, в общем, это малая часть вирусов, которая вряд ли повлияет на течение заболевания. Важнее воздействовать на какие-то звенья патогенеза, чтобы прекратить дальнейшую репликацию? Согласен с вами, но вот как показывают, я вот несколько слайдов показал, для крайне тяжелого течения, когда зеремия значима, и есть корреляция и с уровнем интерлекина-6, и с летальностью, вот для этой категории больных, несомненно, удаление вируса, оно может иметь значение с точки зрения как раз блока прогрессирования, поддержания цитокинового шторма, потому что все-таки это основной стимул у этих больных. Вот именно у этой категории больных, потому что для большинства больных со средним течением, скажем так, с тяжелым течением, но не с критическим, наверное, действительно удаление вируса, оно не имеет первоочередное значение. В этом случае недавно было обсуждение конференции ГДИГО, и там удаление вируса было рассмотрено, представлено, как одно из мишеней для экстракопорального воздействия. Интересная идея, да. На самом деле, любая идея, если она появляется, требует проверки и исполнения. Ну, уже в США исследования идут, к сожалению, пока каскадный пункт украшения на массу применить не удается, потому что мало учреждений, которые имеют возможности, да, провинения в красной зоне данной методики. Ну, вот, если брать опыт другими вирусами, например, вот, вирус удаления вируса Эбола, то здесь уже есть демонстрация положительных эффектов от удаления вирусов. Если брать наш опыт по гепатиту С, важно, там же тоже вирус не только в плазме крови находится, но тут важно удалять не только сам вирус, а вирус, содержащий частицы, те же, скажем, иммуноглобулин, содержащие, липопротеид, содержащие. Вот удаление этих частиц, оно изменяет ответ организма на вирус. То есть это не прямое, вот, механическое удаление вируса, это еще изменение реактивности в организме в ответ на наличие в кровотоке вот таких вирус, содержащих частиц и изменения, ну, фактически, ответа организма, иммунной системы. Следующий вопрос. Альбертович, можно вопрос? Да, да. Как ситуации с французией донорской плазмы, переболевших французией? Я к этому отношусь хорошо. В свое время как раз мы с плазмоферезом в конце марта этот вопрос тоже пытались инициировать. Это получилось немножко раньше, чем методы. Я помню еще о наших 90-х годах и начала 2000-х, когда гипериммунная плазма при отсутствии других методов лечения, она оказывала эффект. При отсутствии гиперотропного лечения, несомненно, метод имеет право на существование эффективной применения. Спасибо. Еще вопрос. По поводу, опять же, этой плазмы, дозировки. Есть какие-то определенные или нет? В данном случае, вот, своего опыта у меня нет, но могу сослаться на властковских коллег, на клинические рекомендации, которые есть, и в том числе в Федеральном клинике рематологов. Те документы, которые впервые были сделаны и работают уже в последние годы, я думаю, что это можно взять за основу, потому что было сделано очень грамотно, своевременно, хорошо масштабировано, то есть, я думаю, что тут в этом можно брать пример с наших московских коллег. Есть какие-то количественные рекомендации? Есть количественные рекомендации, есть рекомендации, вот, в том числе и в рекомендациях Минздрава, то, что я показывал на слайде, там есть доза, которая может быть использована минимально для в рамках плазмообмена, есть рекомендации в составе рекомендаций из Федерации анестезиологов-реаниматологов, есть рекомендации, по-моему, даже в последних рекомендациях Минздрава, то есть, вот, если посмотрите все рекомендации на нашем сайте, то в большей части рекомендаций, там будет ссылка на необходимую минимальную дозу плазма рекомендации. Я имею в виду не количество плазма в мешке, а пул вот этих иммуноглобулинов. К сожалению, это проблема, потому что пока, я сколько я знаю, методика приливания антитела, она появилась в нашей стране, стала доступна в конце мая месяца, и сейчас идет накопление данных по поводу именно вида антител, потому что есть антитела к разным мишеням вируса, и не все антитела ко всем мишеням вируса являются защитными, поэтому здесь как раз вот такие подробности, я думаю, сейчас еще недоступны, и надеюсь, что... Там же еще количество возобляющих антител. И вид антител, не ко всем мишеням антитела является защитным, а их количество. То есть это сейчас идет накопление данных, точнее я вам не скажу. Алексей, продолжение вопросов по каскадной плазмофильтрации. При каскадной плазмофильтрации в каком объеме проводится замещение плазмы либо альбуминовым раствором? Учитывая, что процедура селективная, если мы ее проводим в начале заболевания на стадии гиперкоагуляции, то замещение альбуминовым свежезамороженной плазмы не требуется. Если мы ее, ну скажем, планируем проводить в конце, скажем так, на поздних стадиях заболевания, когда у больного есть гиперкоагуляция, то, конечно, в этом случае надо понимать, что мы дополнительно удаляем факторы свертывания. Если уже мы оцениваем риски и считаем, что в данном случае этот метод имеет показания, то, безусловно, здесь нужно заменять удаляемые факторы свертывания компонентов донорской плазмы или донорской плазмы. Я бы, честно говоря, в поздних стадиях, на поздних стадиях каскадную плазмофильтрацию пока воздержался от применения. Без особых показаний, ну, например, удаления антифосфолипидных антител. Меня слышно, да? Добрый день. Добрый день, да. Я долго молчал, ну, по разным причинам. Первая причина, потому что я хочу сказать самые добрые слова в адрес организаторов и в адрес докладчиков, потому что сам сейчас нахожусь на острие того, что происходит. И второе, конечно, огромное особое спасибо Дмитрию Валерьевичу, потому что вот с кем совпадают мои данные, наработанные, по крайней мере, сейчас, так это однозначно с ним. Несмотря на то, что моя больница обладает способностью проводить практически любую методику на сегодняшний день, я могу сказать практически одно. Да, забегая немножко вперед, точнее, я хочу сказать так, мы пока видим одно, что мы столкнулись с интересной ситуацией, когда мы больше теоретизируем, чем имеем практического опыта. Мы знаем твердо, что есть почечная недостаточность, ее надо лечить. Остальное все под очень большими вопросами, как ни странно. Первое, из-за чего удораживает, собственно говоря, методику, точнее, удораживает лечение больного, хотя зачастую из-за потока не хватает даже просто антикоагулянтов. И второе, мой практический опыт показывает то, что применение плазмов и реза у больных, особенно на фоне ковидной пневмонии, это путь к могиле. У нас есть несколько случаев, когда, и они все подряд, когда попытки проведения плазмов и реза по тем или иным причинам, именно плазмов и реза, плазма обмена, приводила к усугублению состояния значительной и к быстрой смерти пациента. Вот это вот я могу сказать однозначно, и я думаю, что тут будет накапливаться в этом отношении опыт, и будет еще очень много вопросов. Но в целом, действительно, пока проблема заключается именно в том, что нам надо железно применять экстрапоральный метод лечения, когда есть у больных острая или хроническая почечная недостаточность, мы их обязаны спасать. И вот тут действительно мой опыт совпадает полностью с опытом Дмитрия Валерьевича, когда и особо не требуется увеличение цифр антикоагулянтов, тем более, что все больные, особенно ременционные больные, получают, как правило, пролонгированные антикоагулянты, как правило, это низкомолекулярные гепарины. И второе, другие методики, к сожалению, не показали значительного положительного результата для спасения жизни пациента. В любой стадии, в начальной стадии, или в конечной, или когда-то мы не пробовали, у нас результатов пока не получается. Но это мой личный опыт, это я еще раз повторяю, он требует очень еще большого анализа, и я тут соглашусь полностью с Еленой Георгиевной, что предстоит еще очень глубокий анализ, очень много конференций, и прийти к консенсусу, когда-то мы придем. Но на данном этапе, к сожалению, приходится все больше теоретизировать, нежели действительно говорить о настоящей практике. Жаль, что не присутствует Сергей Евгеньевич Хорошилов, который, я знаю, находится сейчас практически на острие. Жаль, невозможно услышать Михаила Борисовича, у них тоже есть свой ковидарий, в котором они, насколько я знаю, очень активно используют цитосорб. Вот очень бы хотелось бы, конечно, услышать их мнение. Ну, давайте ждать, давайте накапливать опыт, давайте как-то ориентироваться потом будем на него. А пока вот я сказал свой и может быть, ну, не знаю. Это мое личное мнение, наверное, пока так. Спасибо. 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 Я все-таки хотел так вот прокомментировать по поводу жесткой критики плазмообмена. Дело в том, что метод имеет свои ограничения и показан именно, имеет преимущество в ранней стадии. И вот, если анализировать залубежный опыт, то количество публикаций, посвященных успешному применению плазмообмена при канала от минусом инфекции, он, пожалуй, наибольший по сравнению с другими методами гемокоррекции. Единственное, что метод должен применен правильно в свое время и в нужном объеме. Если это не выполняется, если этот метод применяется поздно, на стадии уже органных дисфункций этой недостаточности, в этом случае, конечно, от него ожидать каких-то больших успехов не приходится. То есть, это метод раннего применения, в этом случае он будет эффективен. Есть, поскольку приходится анализировать данные, общаться с коллегами в разных субъектах федерации, допустим, в Кирове применяется, у них нет других возможностей, только плазмообмен, ни один больной не умер, и многие пациенты, у кого своевременно был приведен плазмообмен, уже переведены из отделения реанимации или выписаны. То есть, каждому методу должно быть принесено свое место в лечении больных с коронавирусной инфекцией. Своё оправдание я скажу, что мы начинали применять плазм ФРС у больных, мы столкнулись с интересной группой больных, когда в Продроме у больных протекала пуленейропатия, и поэтому говорить о тяжелых состояниях этих пациентов не приходилось, но после проведения адекватного плазмообмена в размере 1,5 ЦП мы уходили сначала в COVID-19 пневмонию 2, потом в COVID-19 пневмонию 4, и как правило это заканчивалось смертью. Ну, это у нас, я еще раз повторяю, что нужен очень глубокий анализ, слишком много проявлений данного вируса, которые даже сейчас иногда не удается как-то систематизировать, очень много разных проявлений, у кого-то это церебральная форма, тяжелемые головные боли сопровождают, у кого-то это действительно почечная недостаточность, у кого-то описан абдоминальный синдром, процент описывает по типу аллергических реакций высыпания, поэтому я говорю, что очень сложно пока вести честный анализ, я поэтому не настаиваю на своих результатах. Согласен, здесь действительно нужно встраивать тактику лечения, выбирать методы, исходя из конкретных особенностей пациента, и у каждого пациента она своя, поэтому и показания, в том числе к плазмообмену, я озвучил достаточно узкие, это ДВС-синдром, это гемофагацитарный синдром, то есть это антифосфолипидный синдром, то есть это отдельные синдромы в рамках в целом комплексного лечения данной категории пациентов. Сергей Павлович, спасибо большое за Ваш комментарий, за Ваш опыт, он бесценный. Коллеги, если кто-то еще хочет поделиться опытом, пожалуйста, включайте микрофоны, я думаю, что это будет также бесценная информация, либо мы будем продолжать и перейдем снова к вопросам. Хорошо, тогда давайте перейдем к вопросам, да, также вопрос, Алексей Альбертович, по поводу каскадной плазмофильтрации, какой объем обработанной плазмы эффективен при каскадной плазмофильтрации для лечения цитокиновых штормов? Каскадная плазмофильтрация не может применяться для лечения цитокинового шторма, потому что основные факторы патогенеза в ходе каскадной плазмофильтрации не удаляются. Спасибо. Также вопрос, насколько оправдана 24-часовая гемосорбция на цитосорбе? Очень хороший вопрос. Дело все в том, что каждая астракционная колонка имеет свою емкость, то есть способность поглотить определенное количество целевых молекул. И тот опыт, которым сейчас располагаем мы, ни одна из колонок, ни джафрон, ни цитосорб не работает эффективно больше 6 часов. Много зависит от если мембраны, скажем так, и центрифужные технологии, мембраны технологии, они как-то работают долго, то у всех сорбентов есть способность насыщаться. И чем больше начальная концентрация сорбируемых веществ, тем быстрее они будут насыщаться. Поэтому реально самое эффективное работа первые 3 часа может быть максимум 6 часов. Я думаю, что больше 6 часов никакая другая колонка эффективно работать не будет. Спасибо. Следующее. Бало того, у нас есть опыт, когда после 6 часов наблюдается отрицательная динамика, то есть очевидно происходит смыв того, что сорбировано с колонки сорбентов. Что вы думаете о сорбенте эфирон CT? Сорбент эфирон CT, так же как и цитосорб, так же дзефрон, это сорбент остовистирола, дивинилбензола. Сорбенты очень близкие по химической молекулярной структуре, поэтому ожидать сорбционные свойства у них можно близкие, хотя таких сравнений не проводилось. Единственное, хочу подчеркнуть, что объем сорбентов в данной колонке 200 мл, то есть это в полтора раза меньше, чем у цитосорб от же фронов. Соответственно, и сорбционные способности в полтора раза, можно ожидать, что они будут в полтора раза меньше. в полтора Из чата все вопросы. Коллеги, если у вас есть еще вопросы, включайте микрофон либо в чате, также можно писать. Алексей Эльбертович, Катенко Дмитрий Викторович, город Благовещенск. Может быть, время проведения еще зависит от скорости кровотока, может быть, если не удается задать сложную скорость кровотока, то можно более длительно проводить сорбцию. А какую скорость кровотока вы бы могли предложить, Дмитрий Викторович? Как правило, рекомендуют 150, но может быть, вдруг не удается по каким-то причинам, ну, 70-80 миллилитров. Рабочая скорость оптимальная для гемосорбции, с моей точки зрения, это 100-150. Если меньше, существенно сразу будет возникать риск трамбирования колонки. Если больше, по 200, я думаю, что будет создаваться дополнительное давление перед колонкой, и это будет повышать травмированность форменных элементов крови. То есть оптимальная для гемосорбции все-таки скорость 100-150. Даже ближе, наверное, к 150. Ну, вот этот диапазон. коллеги, еще вопрос Я думаю, что мы уже в общем исчерпали нашу программу, и не стоит употреблять временем участников, мы обозначили два часа, это было, на мой взгляд, очень конструктивно, и надо продолжать делиться опытом, теоретически платформы представлять и слушать опыт коллег, которые этим занимаются. Коллеги не хотят вас отпускать. Следующий вопрос, насколько эффективно ЭКМО? Я думаю, что это вопрос не по адресу, потому что ЭКМО, наверное, мы не занимаемся, но мой опыт ЭКМО, скажем, 10-летней давности, показывает, что если уже дошло до ЭКМО, то это уже очень тяжелые пациенты с очень проблематичным прогнозом, и даже если такой пациент выживает, то изменения, происходящие в легких, все равно достаточно тяжелые, большая часть этих пациентов в последующем будут нуждаться в пересадке легких, но они сейчас разрабатываются терапия стволовыми клетками, которая как раз может помочь этим пациентам. Я думаю, что более подробно вопросы ЭКМО наверное должны отвечать специалисты, которые этим занимаются. да, коллеги, что я еще хочу подчеркнуть. Михаил Борисович Рустовский и команда сейчас разработали формализованный опросник для сбора данных, чтобы у нас была объективная информация на выходе. Насколько я знаю, он активно рассылается, если мы хотим получить какую-то серьезную объективную информацию по использованию методов гемокоррекции, я думаю, что к этой работе надо подключиться и тогда в итоге мы будем иметь качественные данные, которые бы можно было применять в линейческой практике. Потому что пока это все остается личный опыт. Нужны многоцентровые исследования, объединение усилий по формализованному протоколу, тогда результаты будут гораздо лучше. Также комментарий от Александра просто в приведенном вами примере ранее пациент с ЭКМО погиб, а пациент с ЭГК выжил. Спасибо. Я за отсутствие времени и то, что это не являлось целью доклада, действительно, я отмомент допустил. Это был тяжелый пациент, у которого пробился ЭКМО. Коллеги, давайте все-таки завершать. Мы уже превысили два часа, все устали. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья в это непростое время, сохранить здоровье свое, своих близких и помочь максимальному количеству наших пациентов, потому что много теперь зависит от каждого от нас, в том числе от активной позиции. потому что необходимо постоянно доказывать и нашему руководству и администраторам о том, что методы гемокоррекции могут спасти жизнь определенной категории пациентов и, к сожалению, это осмысление нашим руководствам приходит с неким опозданием. Как правило, это месяц-два от начала массового поступления больных, к сожалению. Поэтому всех успехов и всем крепкого здоровья. Спасибо. Всем спасибо. Спасибо большое. Еще буквально пару слов от лица организаторов компании Дель Рус. Я благодарю признательно всем, всем, кто выступил с докладом в таком непривычном, наверное, режиме онлайн. Мы будем продолжать в нем работать до тех пор, пока мы не сможем собраться и посмотреть друг на друга воочию. Спасибо всем, кто выделил время. Мы понимаем, насколько сейчас напряженный период у всех врачей. Тем не менее, больше ста человек пришло на наше мероприятие. И задача наша была организовать дискуссию, возможность, площадку для коммуникации, для обмена опытом, потому что действительно много вопросов. Много вопросов и, наверное, меньше доказательств. поэтому наша задача поиск новых методик, новых инструментов, возможностей оказания помощи пациентам, спасения пациентов. Поэтому мы будем стараться организовать такие мероприятия, помогать вам, чем сможем, для того, чтобы все, все, и страна у нас большая, чтобы была возможность пообщаться вам, то есть специалистам всех, всех регионов друг с другом. Мы будем содействовать с людьми. Спасибо вам большое. Здоровья вам всем. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго.